Вагон. Трагедия войны не только в гибели, страданиях и разлуке миллионов людей. Тяжелым испытанием для многих ее участников стал плен. Военнослужащие Брестского гарнизона одними из первых узнали, что такое фашистский плен. Лишь немногие из них вернулись на родину, сохранив на всю жизнь в памяти пережитое. Символом пленения и топирования в лагеря военнопленных является вагон-витрина, внутри которого манекены в одежде узников различных лагерей, рубаха, полосатые одежды и колодки, галифе, шлем с козырьком из концлагеря Майданек, Польша. Шинель советского военнопленного Бланковского со знаком Су из лагеря Цайтхайн, Германия, свитер одного из участников обороны Челобанова, в котором он вернулся из плена. Женская фигура символизирует скорбь о женщинах, погибших в заключении, а также тех, которые потеряли на войне своих близких. Вагоны, в которых перевозили пленных, были товарными и без крыши. Несмотря на время года, зима или лето, людей помещали в такие вагоны сотнями. Многие не выдерживали тяжелых условий и умирали, не доехав до места назначения. Фотографии вагонов с военнопленными на окнах слева. Документальное свидетельство тому. Тяжелое положение советских пленных отражает две картины. Освенцем не допустить повторения. Автор Королев. Побег. Автор Кувко. В витринах левой половины зала материал о тех, кто попал в лагерь Ривир, лазарет, организованной в южном городке, и где умерло от ран и тяжелых болезней предположительно около 15 тысяч человек. До сих пор там находят их останки. Отдельно выделены судьбы военнопленных медиков, для которых спасение жизни раненых, больных и изможденных узников стало человеческим и гражданским долгом. А те, кто совершал побеги из плена, о людях, которые помогали бежавшим на территории разных стран, рассказывают экспонаты противоположной части зала. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен совершили побег около 500 пленных блока номер 20. Из лагеря удалось вырваться 419 узникам. Чтобы поймать беглецов, комендант лагеря обратился к местным жителям с приказом ликвидировать русских преступников. За поимку бежавших из лагеря была объявлена высокая денежная награда. В немецких документах эта акция получила название «Мюльфертельская охота на зайцев». «Люди были в таком азарте, как на охоте облавой. Стреляли во все, что двигалось. Везде, где находили беглецов, в домах, телегах, скотных дворах, стогах сена и подвалах, их убивали на месте. Снежный покров на улицах окрасился кровью». Так вспоминал местный жандарм Йохан Кохут. Охота продолжалась несколько недель и закончилась гибелью практически всех бежавших. И хотя вскоре было объявлено, что счет сошелся и никто не смог уйти живым, 9 или 11 человек смогли спастись. Среди оставшихся в живых был участник обороны Брестской крепости Михеенков. О его нахождении в плену и о побеге рассказывают документы, которые размещены в витрине. На интерактивной карте лагерей в правой части зала, под треугольником с обозначением лагеря «Маутхаузен» представлены подробные воспоминания Михеенкова о событиях февраля 1945 года. В этом же концлагере, спустя две недели после побега из блока номер 20, погиб известный советский военный инженер. Генерал-лейтенант Карбышев. Последние слова, которые он произнес. «Бодрей, товарищи! Думайте о своей родине, и мужество не покинет вас!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова